МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По кардинально новому проекту. Каким будет и когда начнется реконструкция краеведческого музея? Два человека госпитализированы в Центр термических поражений краевой столицы из-за очередного порыва теплотрассы. Сегодня утром в результате гидравлических испытаний произошел очередной порыв на пересечении проспекта Калинина и улицы Сизова. Кипяток, а температура воды приближалась к 70 градусам, вылился на проезжую часть. Как сообщили нам в Министерстве здравоохранения края, переходя дорогу, ожоги получил 16-летний подросток. По данному факту следователи уже проводят проверку. Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых произошла коммунальная авария, а также установить в действиях лиц, отвечающих за эксплуатацию коммунальных сетей, нарушение правил безопасности. Кроме того, будут устанавливаться иные лица, пострадавшие в результате коммунальной аварии. Как нам стало известно, молодого человека увезли в ожоговый центр прямо с места происшествия. Немного позже туда же была доставлена и женщина, которая также пострадала во время перехода проезжей части. Ее госпитализировали из дома. Пока следователи проводят проверку, представители Барнаульской теплосетевой компании сообщили нашим корреспондентам, что пострадавшие могут обратиться к ним в компанию за компенсацией. Телефон для справок 59-97-08. Скоро вновь распахнет двери. Сегодня в Центральном районном суде Барнаула обсуждали судьбу торгового центра «Гулливер Парк». Прокурор признал, что в данный момент жизни и здоровью будущих посетителей центра ничего не угрожает. Так когда он откроется, расскажет Анастасия Дороган. Когда мы откроемся, главный вопрос, который остался у представителей «Гулливер Парка» ко второму заседанию суда. Вернуть арендаторов они рассчитывали еще после предварительного слушания 4 мая, заявляя, что все нарушения устранили. Но тогда обвинительная сторона продлила обеспечительные меры. Сегодня их сняли. Общий порядок вступления определения в законную силу 15 дней, к вашему сожалению. В течение 15 дней вступит определение, пристав отменит обеспечительные меры. Напомним, прокуратура обвиняла ответчиков в нарушении нескольких правил противопожарной безопасности. Неисправная сигнализация. К проверке экспертом этот пункт устранили. Неправильная установка пожарного извещателя. Хотя от нормы, по оценке эксперта, его уделяет несколько сантиметров. В целом, сотрудник Алтайской лаборатории экспертизы признал техническую документацию проверяющих слишком общее неподтвержденное фото. Так мужчина не смог определить, где именно на неправильной высоте размещен спринклер или разбрызгиватель. Если было написано конкретно, на этаже таком-то, на расстоянии спины от такой-то, да, пришли проверить. Но обходили, но я визуально не обнаружил. Сам вопрос по спринкерам, по системе пожаротушения, по их расстановке. Но они не могут влиять на безопасность людей, так как даже при отсутствии системы пожаротушения в здании люди должны эвакуироваться. К концу судебного заседания от доводов обвинений остался вопрос с переустановкой помещений, как было заявлено в заключении проверяющих. Но по словам ответчиков, речь идет лишь о перепланировке, то есть без сноса несущих стен. Оформить эти работы владельцы еще не успели. Прокурор запросил у суда день, чтобы определить свою позицию с учетом оценки эксперта. Заседание продолжится завтра утром, но оно уже не повлияет на дальнейшую судьбу Голиверпарка. Кстати, сразу после него обсудят ситуацию по торговому центру Первомайский, когда возобновят работу еще четыре объекта. Торговый центр «Россия», праздничный арена и район решится в конце мая. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Алтайский бизнес озадачился поиском инновационных решений для своего развития. Предприниматели из нашего края приняли участие во всероссийском бизнес-проекте, который прошел в Новосибирске. Бизнесмены со всей России собрались в столице Сибири, чтобы обсудить с экспертами наиболее эффективные способы ведения бизнеса. В ходе дискуссии и мастер-классов участники проекта пришли к выводу, что сегодня добиться успеха или хотя бы сохранить бизнес на плаву помогает так называемое дизайн мышления. Это современный метод развития своего дела, при котором глубоко изучаются интересы клиентов. Если они распознаны верно, то велик шанс занять свободный сегмент на рынке. Незанятых ниш, по оценкам экспертов, примерно 20% от всего объема рынка. Я смог понять, что хочет аудитория, я смог ей это дать. Соответственно, это отразилось в увеличении среднего чека по клиентам. Ну и, соответственно, в отзывах клиентов о том, что стало здорово, лучше, им нравится, и, соответственно, они будут продолжать ходить дальше. Добавим свой бизнес на более высокий уровень, вывел в ходе реализации проекта «Бизнес-класс» каждый пятый предприниматель. В основном это представители малого бизнеса. Определиться с будущей профессией, выпускникам школы, найти занятия по интересам помогали сегодня на профориентационном молодежном форуме в Краевой столице. Впервые площадка стала столь масштабной и собрала представителей ведущих вузов и среднеспециальных учебных заведений, а также учреждений дополнительного образования. Что больше всего заинтересовало школьников и чего искали студенты из Занзибара на Барнаульской ярмарке-вакансии, расскажет Евгения Даровская. Этот танк еще не закончен. Его детали печатали на 3D-принтере всего неделю. Еще немного, и машина будет готова. 13-летний Глеб всего за год занятий в детском техническом центре может спроектировать и собрать такую машину сам. Говорит, увлечение помогло понять, с чем, возможно, свяжет свою жизнь. Сегодня он пришел на ярмарку показать и заинтересовать. Для того, чтобы, наверное, ребята записывали, что нам тоже делали такие модели. Потому что это будущее. Увлечь современных детей непросто, нужно удивить. Поэтому в ход идут фокусы, зрелищные опыты, мастер-классы, квесты и красочные презентации. Вот реанимируют человека, а здесь привлекают в ряды садоводов. Выбрать будущее занятие приехали школьники не только из Барнаула, но и из семи районов края. Я увидела, как можно делать разные из овощей и фруктов разные фигуры. Но я хочу стать психологом. Всего форум собрал представители 28 вузов, училищ и нескольких десятков организаций дополнительного образования. В центре занятости отмечают. Формат, когда в экспозициях учебных заведений участвуют реальные работодатели, помогает найти кадры для самых проблемных сфер. А картина на рынке труда такова. 60% вакансий ждут квалифицированных рабочих, остальные 40% — других специалистов. По-прежнему востребованы специалисты технической сферы. Это инженеры, это высококвалифицированные рабочие. Это у нас требуется в сфере образования и здравоохранения. Моррисона из Занзибара судьба занесла в Барнаул. Год он учится в АГУ на экономиста. За это время иностранные студенты успели привыкнуть и к капризам алтайской погоды, и не исключают, что работать останутся именно здесь. Мы просто зашли посмотреть, что здесь происходит. В нашей стране тоже проводят подобные выставки. Я вижу, что здесь представлено очень много организаций. Это интересно. Меня зовут Алиса. Предлагаю рассмотреть. Эти ребята, возможно, уже определились с будущей профессией. Их учат правильно составлять резюме, эффективно презентовать себя во время собеседования, а тем, кто еще в поиске, пройти специальное тестирование. Вообще я очень общительный человек, и мне нравится что-то более яркое. И поэтому я думаю, что я буду работать с детьми или даже быть журналистом. Всего форум собрал почти 6 тысяч человек, и не только на площадке Дворца спорт. Для старшеклассников провели экскурсии. Ребята побывали за кулисами театра драмы, в больницах и на предприятиях сельского хозяйства и промышленности, чтобы оценить своими глазами и сделать первые уверенные шаги в будущую профессию. Евгения Даровская, Павел Лауронин. Наши новости. Отказался от новенькой квартиры. Именно такое решение принял житель Наукограда, ветеран Великой Отечественной войны. Причина совсем не в том, что квадратные метры ему предоставили меньше по габаритам, как это часто бывает. Герой войны не согласен с мнением чиновников, что его квартира уже не годится для проживания. И все же здание специалистами признано аварийным. А Петр Григорьевич единственный, кто остался жить в многоквартирном доме. Остальных переселили в современное строение. Мужчина говорит, что для него не важно, что площадь новой квартиры станет больше. Жить, пускай в ветхом доме, ему привычнее. Убедить ветерана переехать в новые апартаменты не могут даже родственники. У меня здесь, смотрите, экология. Посмотри, у меня черемаха. У меня здесь береза. У меня здесь дуб. И с этой стороны. У меня первый этаж. Меня туда-сюда качают. А там меня дают на втором этаже. Общий коридор. Подробности этой истории и других смотрите после выпуска новостей и программы «Наше время» в рубрике Кирилла Политова «Коммунальный патруль». А мы продолжим. Памятник архитектуры. Один из старейших музеев России. Алтайский краеведческий музей будут реконструировать по кардинально новому проекту. На его разработку краевые власти выделят около 7 миллионов рублей. От предыдущего проекта реконструкции пришлось отказаться. Он был слишком масштабный. Что планируется сделать в рамках нового и через сколько лет чертежи архитекторов воплотятся в жизнь, узнавала Валентина Аскерова. Старинные сибирские монеты, модели горных машин, чучела птиц и гербари местной флоры. Фонд музея – это 200 тысяч уникальных экспонатов. Но вместить все произведения искусства старинное здание просто не может. Не хватает места, поэтому многие находятся в хранилищах. Первый проект по расширению музея был разработан еще в 2012 году и предусматривал строительство дополнительного – пятиэтажного здания с башнями. Но от таких грандиозных планов пришлось отказаться. Краевой бюджет не потянул. В 2017-м к проблеме вернулись. И алтайские архитекторы разработали новый, более скромный и реальный. По новому проекту реконструкции к зданию Алтайского краеведческого музея планируют добавить небольшую пристройку, которая будет прибегать к главному зданию. Всего пристраивается 600 квадратных метров. Сейчас музей имеет в распоряжении 900 квадратов. Будущим проектом также приусмотрен снос двух построек по бокам от музея. По словам архитекторов, это поможет открыть исторический вид здания. Подлинный вид зданию, которое было построено почти 200 лет назад, решил вернуть известный алтайский архитектор Евгений Тоскин. Именно он выиграл тендер на разработку проекта. Во время общения с нами уточнил, что помимо внешних изменений музей преобразится и изнутри. Будет проведен капремонт, заменены окна, двери, обновлены экспозиции. К концу года мы должны получить положительное заключение экспертизы. И я так думаю, что на будущий год будут запланированы деньги и начнется строительство. Начало строительства ждут и сами сотрудники музея. Директор Краевеческого надеется, что со временем у музея будет не одна дополнительная пристройка, а гораздо больше. Мы находимся около здания, в котором музей находится с 1913 года. Это вот сколько поколений барнаульцев. А мне часто приходится во время экскурсии, да и просто общаясь с барнаульцами, говорить о том, мне говорят, так еще меня дедушка водил сюда. Площадь наша увеличится ненамного. Но суть экспозиции будет немножечко другая. Они будут более современными, интересными, с интерактивными включениями. Кстати, в ожидании обновлений и сами барнаульцы. На вопрос, нужна ли реконструкция памятнику культуры, отвечают буквально в один голос. Да, конечно, нужно. Это как на средство. Можно следить за состоянием. Я думаю, что стоит. Почему? Потому что старое уже. Напомним, по словам архитектора, воплощать в жизнь его проект начнут в следующем году. Сам Евгений Тоскин, а также руководство музея и жители города надеются, что планам ничего не помешает. И многомиллионный проект не отправится в стол, а станет реальностью. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Без самого популярного места регистрации брака оставят будущих молодоженов. Дворец бракосочетаний на два года закроют на капитальный ремонт. Как будет выглядеть обновленное здание, пока неизвестно. Над этим работают несколько ведомств. Объект относится к памятникам архитектуры. Его облик занесен в специальные реестры. Поэтому изменить фасады или даже цвет стен будет проблематично. Тем не менее, у архитекторов много задумок. В частности, они хотят улучшить входную группу. По их мнению, она не вписывается в ансамбль. Капитальный ремонт обойдется почти в 20 миллионов рублей. Он начнется либо этой осенью, либо во второй половине 2019 года. В регионе намерены очистить алтайские скалы от надписей, сделанных туристами. В разгаре работы по проекту «Чистые скалы. Достояние Алтая», цель которого – вернуть первозданный облик самым исписанным возвышенностям. Как реализуется масштабный проект, с какими трудностями сталкиваются его активисты, расскажет Илья Кочетков. Ну все, давай начинаем работать. С началом весны проезжающие по Чуйскому тракту автолюбители могли наблюдать необычную картину. На расположенных рядом скалах находились люди, но они не писали, как это часто бывает, что-то вроде «Здесь был Вася», а совсем наоборот – очищали от надписей, оставленных вандалами. Для России такой проект не в новинку. Этим уже занимались в Красноярском крае, Якутии, на Урале. Но алтайский – самая масштабная задача – очистить в общей сложности больше 3000 квадратных метров. Причем в списке как популярные туристические объекты, так и труднодоступные участки, куда не забраться без специального снаряжения. Работу выполняют специалисты краевого отделения русского географического общества на средства губернаторского гранта. Они говорят, написать легко, стереть трудно. Тем более, что, заботясь об экологии, приходится работать вручную, срезая слой краски миллиметр за миллиметром. Очень сильно зависит от того, какая структура и текстура камня. Вот здесь, например, это чистые взрывные или какие-то работы. То есть поверхность камня очень специфическая, и краска въедается фактически намертво. То есть, к сожалению, вот вы можете видеть, вот этот участок, вот здесь 25 квадратных метров, мы работаем уже в совокупности где-то около вторую неделю заканчиваем. На сегодняшний день специалисты РГО и волонтеры реабилитировали больше 500 квадратных метров скал в Красногорском, Алтайском районах. Прямо сейчас наводят чистоту на скалах Белокурихе. Впереди Краснощоковский, Изменогорский, Курьинский и другие предгорные районы. Окончательно вернуть Алтайским скалам первозданную чистоту планируют уже в середине осени. Илья Кочетков, Евгений Андреев. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. На большей территории края вновь дождливо и похолодает. 11 градусов со знаком «плюс» в Заринске, Тальменке и Кулунде. 15 в Рубцовске и Камни-на-Аби. 13 в Биске. Самая теплая погода в Змейногорске – там до 18 тепла. В Барнауле северо-западный умеренный ветер. Ночью дождь и до 10, днем до 13 тепла и пасмурно. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на сегодня все новости. Берегите себя, одевайтесь по погоде и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!